Итак, дорогие наши телезрители, зрители, почитатели, все и друзья, и коллеги, и товарищи, и враги. Очередной наш ролик срочно выходит перед выборами. И, конечно же, ситуация с этими выборами, прямо скажем, катастрофическая, потому что это, видимо, последние выборы, которые РФ проводит. И кто до следующих доживет еще под вопросом, и как пойдет дальше история, каким ходом, кривым, прямым, резким, вправо, вниз, влево, будет видно буквально вот до конца года. Сегодня мы хотели бы ответить, как обычно, на вопросы, ничего личного, никого не обижаем, не оскорбляем, никого не указываем, но мы говорим лишь о том, что происходит и как все будет происходить. И что мы имеем на сегодня, как вы задаете вопрос. Вот много вопросов, значит, накануне выборов у нас, ну, значит, к примеру, придет ли мы шаг в Россию к Новому году. Вот Новый год прошел, там дальше, за кого голосовать, как быть, значит, геополитическая ситуация на сегодня, накануне выборов и так далее. Значит, ну, давайте кратенько постараемся. Значит, ну, во-первых, придет ли мы шаг в Россию. Он в России уже давно, дорогие наши зрители, он в России уже давно, начиная с 17-го первый был, так, мы шаг, так, под видом Троцкого с его командой, там, значит, Ленин вместе с ними. Мышах, значит, затем пришел Хрущев в Мышах под руководством Кагановича, так, потом затем пришел, поехал в Англию наш представитель, значит, Советского Союза якобы, так, в Англии подписал документы Елизавете Второй о переходе согласно Конституции. Затем Мышах в 93-м году расстрелял, Верховный Совет доложил в Конгрессе США. Значит, сегодня мы ждем Мышаха, а что ждать Мышаха? Вы знаете, вот это, ельциноиды уже 20 лет правят с лишним, их Мышах пришел, он рулит у нас здесь по России. И называется так Россия, а у них называется это Хазарским Каганатом, трудится, трудится под руководством всего этого, как мы называем БМП. Это банкирское международное правительство, которое снарядило главные корпуса армии, которые возглавляют на бывшую территорию СССР, на территорию РСФСР, находящиеся, это Эрефию, значит, Рокфеллеры, Ротшильды, Вейсы, Ваксбурги, Шифы и мелкие дивизии, которые возглавляются кооперативом озера. Это, как вы знаете, там Реттенберги, Усмановы, Тимченки, Виксельберги и прочие-прочие, которые уже на слуху набиты на языке. Сегодня, где у них уже действуют батальоны и дивизии, это уже наши министерства, утвержденные, учрежденные зарубежными государствами, как я уже говорил на предыдущих лекциях, это Норвегия, Англия, значит, Израилем, Америкой, Германия, Франция. Это Италия и так далее, и так далее. Значит, все эти министерства ими учрежденные, не нами. И сегодня, переходя к главному тоже вопросу геополитическому нашей структуре, сегодня вот у нас правят вот эти структуры, как называвшие себя как бы государством. И государством представляются, но на самом деле это представляют частные юридические конторы. Частные юридические конторы, вы должны это понимать и осознавать, что они здесь действуют, как сегодня, как самозанятые, они так себя называют. А мы, как, значит, должны быть самоубийцами, они нам только рекомендуют и, так сказать, советуют, а мы почему-то не умираем. Но по документам, как я уже говорил, подписанным, значит, руководством России и Натаньяку, сегодня управление всеми группами и всеми фирмами, значит, строго должны быть или граждане Израиля, или граждане других государств, но только не РФ. Свой статус РФ вы посмотрите в конце ролика у меня, я там специально сброшу, очень полноценный доклад сделал прокурор СССР, выдержки, значит, наш доблестный гвардейский боец. Поэтому, значит, хотелось бы этот траст последний, который пытается руководить и организовал эти выборы, остановиться на главных вопросах, идти ли на выборы, не идти на выборы и как и за кого голосовать. Конечно, это вопрос насущный, обязательный, накануне надвигающих выборов, везде и в Госдуме, везде, я могу лишь только сказать одно, идти или не идти. Вам приведу статистику. Так, при явке 60% в 2011 году у Ядресни вот этой было 238 мандатов, а при явке 47% в 2016 году было уже 340. То есть, чем меньше мы ходим на выборы, тем у них больше голосов. Это о чем говорит? О том, что они, значит, путем определенных манипуляций, как вот сегодня будет происходить 17-18, в ночь 17-18, в 18-19 будет манипуляция. Поверьте мне, уже 50% голосов они сделают за то, что вот эти вот два дня делают. А остальные голоса, а вы можете им назло пойти и отголосовать, хотя по статусу вы все равно физическое лицо, вы как бы никто, раб, но испортить бюллетень и пойти сказать, что вы еще живы, что вы еще можете что-то сделать, вы просто обязаны сходить проголосовать. Я лично тоже пойду голосовать, вы мне задаете вопрос, я пойду голосовать и проголосую, испорчу хотя бы свой бюллетень нормально, отмечу, только нормально отмечу, чтобы потом после выборов можно было сказать, ну-ка покажите мне бюллетень, как мой бюллетень оказался за Единой Россией или там оказался Справедливой Россией. За кого я проголосовал, я помню, можете проверить, если удастся. Потому что при Ельцине не удалось, когда дядя Зю отдал свои голоса, значит, там через три дня уничтожили бюллетни актом, и невозможно было проверить. Так и сегодня, значит, получается, что мы сегодня с вами отголосовать обязательно должны, и нечего в этом сомневаться, идти или не идти голосовать. Я думаю, что нам надо с вами все-таки взвесить, что мы на сегодня имеем, что мы на сегодня имеем. Значит, что мы на сегодня имеем? Мы на сегодня имеем, да, вот эволюцию, да, вот эта ельциноидская команда, которая присягнула Америке, Англии и всем остальным совместе с нами выдавливают у нас здесь, уничтожают и население, и захватывают территорию. Давайте вот, я уже говорил о манифесте, да, о единороссии. Чего до 2010 года ничего не сделал, ни одного пункта. А вот так вот пробежаться, если, да, мы вот великое государство. В 2001 году по просьбе США закрыли оба российских разведывательных центра на Кубе. Лурдос и во Вьетнаме Кабрань, благодаря которому Россия получала до 70% разведывательной информации. В этом же году утопили успешно орбитальную станцию Мир, дававшую до 30% всей разведывательной информации. В 2001 год отменен прогрессивный налог 35% для богатых, доход свыше 100 тысяч, так, все, и подняли народу с 12 до 13%. В 2004 год отдали 8 островов Китаю, Тарабаров, Большой, Уссурийский, Красный, Осиновый, Виноградный, Парные острова, реку Амур, на реке Амур. Большой остров, река Аргунь, общая площадь 395 квадратных километров. В 2009 год отдали 80 тысяч квадратных километров Баренцево море Норвегии. Сейчас они успешно рыбку там ловят и продают нам же рыбку, нашу рыбку. В 2011 год отдали 2 миллиона гектаров земли Забайкальского края на 49 лет в аренду Китая под вырубку леса и вывоз плодородного слоя почвы, для чего сделал безвизовый режим китайцам в этой территории. В 2011 год отдали Финляндские острова, малые и высокие, под Петербургом. В 2012 год подписан договор о вступлении России в ВТО, согласно которому Россия обязуется уничтожить и в дальнейшем не развивать свою промышленность, а поставлять на мировой рынок только сырье по самым дешевым ценам, также сельское хозяйство. В 2013 год отдали 2000 гектаров Дагестана Азербайджану вместе с тремя деревнями и их жителями. Кто это вспомнил? Никто. В 2017 год отдали 14 гектаров озера Сладкое Казахстану. Я не говорю о Целенограде, это исконно русская, советская территория была. В 2018 год повысили пенсионный возраст на 5 лет, отняв у каждого россиянина как минимум 1 миллион рублей. Я уже говорил о пенсиях, это отдельное у меня будет выступление, о пенсиях, где пенсии дедушек, бабушек, родителей, все это было растащено по карманам, а нам сейчас обвиняют, что нас кормят якобы молодежь. Мы свою пенсию накопили и даже свою пенсию не можем сейчас найти и получаем ее. Сталин за 29 лет, что был у власти, построил 10 тысяч заводов, ельциноиды за 18 лет власти развалили 8 тысяч. Из них ЗИЛ, АЗЛК, КЗКТ, ИЖМАШ, Рекорд и так далее. Все советское станкостроение, чтобы без зарубежных станков невозможно было выпускать оборонную продукцию. За 20 лет власти подняли квартплату в 20 раз. Индексацию не сделали ни пенсионерам, ни военным. Согласно указу Путина о повышении месячного удовольствия федеральным министрам, зарплата депутатов и сенаторов повысилась с 256 тысяч до 330 тысяч рублей в месяц. А с 2016 года одобренные ельциноидами депутаты Госдумы установили минимальную зарплату себе 800 тысяч рублей в месяц. Губернаторы получают в день от 2 миллионов и выше. Посчитайте, сколько за месяц. Вообще 200 миллионов зарплаты это нормальная зарплата губернатора. Может он о вас думать, о простых гражданах, по 10-15 тысяч? Думайте сами. Значит, рублей в месяц. А народу 6204 рубля. В СССР у депутатов вообще не было зарплаты. К сведению так. В 15-х доля в ВВП от продажи сырьевых ресурсов, нефти, газа и леса до Путина у нас составляла 40%, при Путине 70%. Постоянно растет. Все же лейтеноиды живут только за счет грабежа природных ресурсов и получают за это как раз свой дешевр. Премию, так сказать. Лейтеноиды противятся всему коммунистическому. Переименовываются коммунистические названия, городов, улиц, уничтожаются, памятники. Даже Ленину. Уничтожена система профтехучилищ. Остались только техникумы университета. То есть на корне уничтожается рабочий класс. Переименовал народную милицию в американскую полицию. Значит, лейтеноиды не делают ничего для восстановления СССР. Хотя все знают, что Советский Союз существует на основании референдума от 17 марта 1991 года, где 78% граждан СССР высказали за сохранение Союза и Беловеческие соглашения. Юридически не тожны, как и Конституция 1993 года. За проголосовал 31. Для принятия 50%. То есть не набрали голосов. Незаконно внедрено Конституция и действует по сегодняшний день. И даже она переделывалась только для того, чтобы не подчиняться международным законам. И сделана у нас своя для рабов и для юридических лиц. Как вы знаете, все физические лица и юридические. Всю полноту власти передали неконституционному органу. Как вы знаете. Все это у нас существует новый орган. Аппарат президента, Совет Федерации, Госдума и так далее. То есть верхние и нижние палаты, как было при Советском Союзе и так далее. Значит, для того, чтобы все это вот говорят, вот не ходите на выборы. Скажу также здесь свое мнение. Да, как это на выборы не ходить? Но вы не заявляйте, что вы граждане СССР. Для того, чтобы заявить граждане СССР, чтобы граждане СССР, надо организовать свои органы власти и управление. А у нас сегодня органы власти и управление где? В Америке, в Израиле. То есть за рубежом. Здесь у нас резиденты. Резиденты мы с вами, мигранты, которых везли в свое время, в 91-м году официально, по документам. Сделали грузом. Сделали рабами. Поэтому есть физические лица, есть юридические лица. Это мы с вами физические бумажки. То есть не человеки и не граждане. Я уже об этом говорил в своих роликах. Поэтому здесь надо правильно делать выводы. Сегодня мы, имея статус отдельной как бы державы, могли бы мобилизоваться и организовать опять новые образования, похожие на союз Советских Социалистических Республик. Но власть брать сами и организовать и восстановить не желаем. Вот сколько раз мы уже пытались. И сейчас вот у нас на Яуске 1-15 там собирается Совет Народных Депутатов для того, чтобы принять власть. Недавно был рейд на них, понимаешь, коллективные в масках пришли, избили, изломали аппаратуру и так далее. Не дают. Власть чувствует, где что-то начинает проявляться. Как вы знаете, в Краснодаре пересажали всех, в Приморье разогнали, пересажали всех и так далее. То есть говорить-то мы говорим. Вот наша воля смелая, вот мы готовы не ходить на выборы. Но это не дела и поступки. Это просто ваши слова-блудия. Простой вафлизм. Это же так же нельзя. Если вы что-то хотите доказать, что вы граждане Советских, хотя бы даже идите и реализуйте, используйте свой бюллетень на голосование. Вот товарища Рашкина, я говорю, Рашкина знаю лично по делам, он отвоевал территории из-под заводов, отвоевал лесные засеки, он отвоевал тот же музей театра Советской Армии. Значит, вот по делам отдавайте Рашкину, отдавайте коммунистам, отдавайте зеленым в конце концов, которые действительно реально борются там, перемещают эти мусорные навозные кучи туда-сюда. Ну, ребята хоть что-то делают, остальные пока слова блудят, хотя там Жириновский ссылается. Вот нас мало просто, но мы в терняшках, у нас голосовки не хватает, голосуйте за нас. Не будет этого. Не будет этого. Так вот, совет мой вам, пойдите и отголосуйте 19-го, и голосуйте именно 19-го. Не вздумайте 17-го, 18-го ходить голосовать. Это все профанация, это обман, это опять лицедейские танцы, значит, на костях. Все равно они сделают так, как хотят. Поэтому здесь сегодня оригархи, которые не выездные, решили здесь построить свое государство, и те капиталы, почему у нас сейчас вот скачок какой-то, просто они капиталы уже не размещают за бугром, ворованные деньги, вот эти общаги, которые находят миллиардами, триллионами, на дачах, в квартирах и так далее, они сегодня пускают их в дело здесь. Потому что там за рубежом арестованы все их счета. Как вели санкции, все. А детям там выдают только на пропитание. А здесь вот, которые не успели вывезти и разворовать, они вот здесь вот сейчас используют, благодаря той же, значит, изоляции по вакцинации. Поэтому здесь я вам советую обязательно пойти на выборы, так, отголосовать, а уж после этого, когда вы увидите уже боль семьи, когда вы увидите, когда у вас начнут отбирать детей, а сегодня уже тысячи вот нам звонят, звонки, постоянно вот звонит, простая молодая мать звонила, вот нам угрожают, что заберут ребенка. Я вот не сделала там простые даже вот эти помощники смерти в белых халатах. Говорят, вы вот эти анализы не принесли, если не принесете, заберем ребенка. Даже этим уже стало на зубах у них отскакивать, забирать ребенка по всякому поводу, и угрожают, что могут забрать ребенка. А ведь и заберут, придет время, начнут забирать. Вот тогда, может быть, вы проснетесь, когда начнут забирать, у нас самое святое, это детей, а это значит булочие. Поэтому мой совет личный, идите и голосуйте, именно 19-го. Хоть вы бумажка, хоть вы физическое лицо, но лучше проголосовать, хоть сделать что-то, тем ничего не делай, тем сам гордиться тем, что, понимаешь, вы ничего виртуально не сделали, вы их послали, как обычно на три буквы. Но не забывайте, даже эти города, которые расположены, в Китае один город, как бы называется, и в Перу другой город, вы можете в интернете найти, пославших их туда, все равно можно вернуться. То здесь вы никогда не вернетесь. Поэтому здесь отголосуйте, как положено. В Гарвардском проекте так и написано, многие не будут догадываться, что происходит, а тех, кто будет сопротивляться, мы выставим в негативном виде. Обзовем иностранными агентами, подкинем наркотики, состряпаем дело. Тот же самое, как вот тот же Ширин, лягнул Янголачеву и Мандаренко, и сейчас опять находятся в бегах. Поэтому многие, кто сегодня в открытую выступает, надо переходить, что вот советуют, как быть? Переходить на конспирацию, переходить опять, вот как отвоевали свое право на свободу и справедливость, Баски, как народы, многие отвоевали свое на справедливость, вот те же Афганистан, который сегодня, в конце концов, через 40 лет вернулся к своим исконным. И может нам придется вернуться частично в советское, а может даже и значит, в царское прошлое. Уйдем в монархию, уйдем к царю, и посоветую один лечебный момент. Вот как у вас давление повышается, вы вспомните просто песню «Боже царя храни», и вы увидите, как у вас тут же давление нормализуется. Ну, а сейчас, для того, чтобы понять, в каком вы статусе находитесь, посмотрите ролик нашего товарища прокурора. Так, поэтому всего вам доброго, звоните нам, пишите, мы рады будем ответить и помочь хотя бы словом тем, что вас беспокоит. До новых встреч. Добрый день, дорогие друзья. Снова приветствую вас на канале Проект Просвещение. Тема нашего сегодняшнего обсуждения навеяна новой публикацией Государственного акта СССР за август 2021 года. Тут вы узнаете уникальную информацию, которая еще никем не озвучена на просторах интернета. Информация о наших накопленных аннуитетах на наши советские паспорта и свидетельства о рождении. И уникальную информацию, каким образом у нас эти аннуитеты списывают без нашего ведома. И обсудим еще одну интересную тему, изложенную в этом акте. О том, что правительство Российской Федерации под руководством Михаила Мишустина в 2021 году исключило из правовой системы Российской Федерации всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. И исключило потому, что по мнению чиновников, замещающих государственные должности, российские граждане не имеют статуса человека и не имеют даже гражданских прав. права. И отсюда возникает вопрос, а каким все же статусом обладают российские граждане? Так вот, закон Российской Федерации подтвердил, что под институтом российского гражданства понимается резидентство в Российской Федерации мигрантов, прибывших 5 сентября 1991 года на территорию Российской Федерации и за границей. Также под российским гражданством будет пониматься статус лица, объявленного физическим лицом, налогоплательщиком, должником и живым и говорящим имуществом Российской Федерации или персоной как резидентом провинции Всемирного Государства иезуитов. Ну, как вам, мои дорогие, такой статус гражданина Российской Федерации? И это еще не все. Едем далее. С 2012 года Министерство здравоохранения и Госкомстат Российская Федерация считают граждан Российской Федерации продуктами рождения живорожденными или мертворожденными. А Министерство образования Российской Федерации считается высшими животными, обладающими разумом и сознанием. А все прочие ведомства, суды, службы и органы Российской Федерации физическими лицами и персонами в форме организма объекта права, как недееспособного и неправоспособного лица, которому требуется опека и попечительство. Дело в том, что принявшие гражданство Российской Федерации не приобретают в СССР никаких гражданских прав и прав человека и гражданина, остаются в статусе транзитных пассажиров или мигрантов, получивших временное и ограниченное право, регистрацию и право на временное проживание или нахождение на территории СССР до 2017 года. Подчеркиваю, на территории СССР как срока окончания траста новой мировой порядок, после чего Институт Российского Гражданства становится небывшим, а титулы и права его принявших будут подлежать аннулированию и погашению до 2026 года. То есть, дорогие друзья, выход здесь один – заявляться как граждане СССР, иначе, если вы считаете себя гражданином РФ, то вы для них бесправное существо и даже не человек, так как вы в РФ определены как физическое лицо, но определение физического лица дам вам немножко ниже. Также, для российских граждан исключены и не предусмотрены выплаты доходов от оборота ценных бумаг с 2001 года. То есть, давайте вам проясню, паспортно-визовый бланк Российской Федерации является ценной бумагой, а значит, за оборот этой ценной бумаги федеральным законом предусмотрена выплата доходов, как в третьем квартале 2021 года, так и за весь период, начиная с 2001 года. Кроме всего прочего, 20 июня 2012 года правительство и президент Российской Федерации приняли федеральный закон за номером 125 о донорстве крови и ее компонентов. Этот закон является новацией российского законодательства о трансплантологии и донорстве органов. То есть, именно тогда забор органов стал разрешен по факту констатации смерти. Так к чему бы это все и что же это означает? И говорит это прежде всего о том, что единственными активами, авуарами и имуществом Российской Федерации являются физические лица, чьи тела, органы и души это приобретенное имущество трастовой компании и корпорации Российской Федерации. А для тех, кто не понимает, при чем тут физическое лицо? Давайте я вам поясню. Тут дело в том, что это понятие настолько распространенное. Физическое лицо, юридическое лицо, и мы уже тысячу раз ассоциировали себя с этим физическим лицом. Так дело в том, что на юридическом языке физическое лицо обозначает бесправный раб, не имеющий абсолютно никаких прав, ни на свою собственность, ни на своих детей, и даже на себя, так как сам является чьей-то собственностью. А почему, из чего это вдруг такие сведения и такие данные? А вот здесь, друзья, вспоминаем нашу подпись в форме 1-П при получении паспорта Российской Федерации. И мы с вами вновь возвращаемся к этому пресловутому документу. Паспорта Российской Федерации, выданные Федеральной Миграционной Службой Российской Федерации, которая являлась продолжателем МВД РСФСР, как государственного органа РСФСР, удостоверяют, что с 5 сентября 1991 года на территорию Союза СССР транзитом прибыли российские граждане из США, как мигранты из Пуэрто-Рико. Именно поэтому нам выдает паспорта миграционная служба. Эти российские граждане являются налоговыми резидентами ИРС в США и по церковному закону состоят под эгидой вечной короны Арагона, как вечные римские рабы и биологическая собственность римского понтифика и генерала общества Иисуса. А Российская Федерация как провинция всемирного государства иезуитов и всемирная империя Наполеона торгует этими российскими гражданами по учетной стоимости из расчета 1 миллион долларов США и 1 миллион рублей по обменным курсам Госбанка СССР за каждую душу и тело резидента Российской Федерации. Ну как вам такая информация весела? Едем дальше. И еще дорогие друзья знали ли вы что за каждую смерть российского гражданина в результате несчастного случая гибели или изъятия органов для целей транспортологии и донорства Российская Федерация платит золотое обеспечение римскому понтифику как попечителю опекуну и надзирателю за грешными душами и мертвыми телами. Таким образом Российская Федерация поставила на баланс провинции Всемирного Государства иезуитов российских граждан как российское имущество по результатам всероссийской переписи населения по состоянию на 2012 год по правилам двойной записи то есть по стоимости 2 миллиона рублей в валюте 810 рур и 2 миллиона переводных рублей 810 сур за каждую душу и тело Для удобства учета и регистрации новых субъектов как торговых компаний в рамках римского права созданы все учетные сервисы такие как Юпик Д или Дюнс Это как раз все и решает трастовый управляющий так как во всех взаимоотношениях присутствуют и применяется правила торгового характера так как в СССР тоже чтили правила траста А как обеспечить своим суверенным гражданам соблюдение их суверенных прав вопрос Очень просто Нужно аккумулировать эти средства на металлических счетах потому что только суверенные имеют право владеть и распоряжаться золотыми деньгами и это один из постулатов римского права Соответственно для каждого гражданина СССР нужно было сформировать этот металлический счет А как это сделать так чтобы с одной стороны этот счет у суверена был а с другой стороны ему бы в голову не лезли дурные мысли как снять эти деньги и разумеется потратить так как тут уже будет пахнуть инфляцией Представьте себе картину у вас на счету находится 10 тонн золота что по курсу является столько столько рублей столько долларов столько франков и так далее Какая реакция человека Ура бежим за покупками Человек выбегает на улицу а там толпы таких же счастливых людей которые тоже бегут в магазины у всех куча денег прибегаете вы в магазин а там все что стоило 100 рублей сегодня стоит уже 10 миллионов все рынок обвалился Вот именно поэтому те кто управлял Советским Союзом прекрасно понимали что обычному человеку который понятия не имеет что такое мировая финансовая система и как с ней взаимодействовать эта информация не своевременно поэтому эти знания и не были доступны так как привели бы преждевременному самоподрыву всего общественного строя и экономики страны поэтому советским гражданам это все доводилось учитывалось и присваивалось но они не имели права этим воспользоваться так как не было механизма который бы это позволял а как сделать так чтобы советский гражданин не знал о том что у него есть металлический счет ведь банк обязан уведомить гражданина о том что на его имя открыт некий металлический счет а все очень просто советский союз открыл все металлические счета по номеру советского паспорта эти счета до сих пор существуют и на них до сих пор накапливаются советские аннуитеты Так же как на взрослых, так и на каждого ребенка открываются счета и по его свидетельству о рождении, на основании паспорта или свидетельства о рождении его родителей, как граждан СССР. Двойные учеты ведутся, отчетная форма записи тоже ведется, но вот воспользоваться этими счетами нет возможности. Пока нет возможности. Дело в том, что как только Советский Союз лишился органов государственного управления в лице МВД СССР, которое как раз и осуществляло учет граждан СССР, то, соответственно, паспорта СССР теперь нельзя было использовать как удостоверение личности. Паспорт СССР вы тоже считаете недействительным, правильно я понимаю? Да, ваш паспорт конкретно, да. А торговая компания Российской Федерации пришла уже на все готовенькое и, как говорится, обманным путем ввела доверчивых граждан СССР в морок. Вот именно с этой целью у нас и были обманным путем изъяты советские паспорта и все советские документы. А теперь, дорогие друзья, догадайтесь, как получить возможность использовать чужое без его ведома. А очень просто. Нужно просто регистрировать торговую компанию, используя вместо названия, имя, отчество и фамилию гражданина СССР и использовать номер его советского паспорта. Именно поэтому на наши советские паспорта открыта куча фирм. И это можно легко проверить. Где проверить? А вот здесь. И вы удивитесь, какое огромное количество фирм зарегистрировано на вас. Вот сюда вводим номер советского паспорта, римские цифры, буквы, номер, который у вас в зеленом свидетельстве о рождении. Ну вот, друзья, смотрите сами, какое количество компаний открыто на вас без вашего ведома. Субтитры подогнал «Симон» Но переживать по этому поводу не стоит, так как выход есть, и я о нем обязательно расскажу в окончании данного ролика. Ссылка на сайт для проверки наличия фирм на вашем паспорте размещаю под роликом. И как можно назвать все эти манипуляции? А можно назвать это брокерским подходом. То есть, в обеспечении деятельности данной компании идет номер счета советского человека и его паспорт с золотым обеспечением. При этом капитал данной компании является условно-залоговым. То есть, на него получается кредит, который покрывается текущей деятельностью данной компании. Например, название компании совпадает с вашим именем, отчеством и фамилией и с номером вашего паспорта или свидетельства о рождении. Далее, тот, кто использует данные твоей компании, приходит к банкиру и говорит, Вот у меня есть компания. Банкир пробивает данные. Да, действительно есть и компания, и счет у нее есть. Но чтобы получить средства с данного счета, нужно их застраховать. Наличие залога и обеспечения банковских операций в качестве данных счета советского человека является механизмом для работы торговых компаний. Таким образом, данный счет начинает использоваться в банковской системе. И таким образом они обходят банковские нормы, предусмотренные Универсальным торговым кодексом UCC. Залог составляет 8-12%, а страховка всего 0,8%. Согласитесь, разница огромная. Смысл этих хитрых маневров сводится к тому, что банки на Западе создают компании из счета, используя базу данных граждан СССР. Создают компании с помощью своих служащих, которые получают от банков кредиты. Страховой залог формирует вторичную стоимость компании, которая выбрасывается на биржевые площадки. А все доходы и средства от оборота получают брокеры. То есть какой-нибудь брокер, ассоциированный с гражданином СССР, как с банкиром, используя паспорт и персональные данные гражданина СССР, и создает деньги из воздуха, и заявляет себя распорядителем наших средств. А как они это делают? А делают они это как раз через форму 1П, которую вы заполняете при получении паспорта. Ну теперь вам, надеюсь, понятна схема с формой 1П. И, надеюсь, становится понятно, почему они не дают нам в этой форме, в 18 графе, вписать, что мы в опекунах и попечителях не нуждаемся. И начинают вызывать полицию и бегают, как мыши в клетке. Поэтому, друзья, своими титульными действиями мы как раз и утверждаем, что нетушки, именно мы являемся распорядителями собственных средств, а не тот брокер, который пользуется нашими персональными данными. Нет уж, доходы от оборота ценных бумаг должны быть выплачены всеми доверительными управляющими, брокерами и иными лицами, именно гражданину СССР. Вот поэтому и нужно заявлять себя именно гражданином СССР. Вот поэтому и необходимо совершать все титульные действия, о которых говорит проект просвещения. Вы наверняка спросите, а что будет после совершения этих титульных действий? А будет вот что. После окончания всех трастовых мероприятий. То есть, когда будут сведены все международные балансы и учеты, все структуры Российской Федерации, как торговые компании, становятся в пятилетний режим сверки, прекращают активные операции, связанные с персональными данными гражданина СССР, и трастовый управляющий траста «Новый мировой порядок» начинает делать сверку. И потом, когда наступит 2026 год, и каждый гражданин СССР подтвердит свои права суверенно, и вот тогда у каждого заявившего себя советским человеком возникает право требования, которое накладывает на все структуры и должностных лиц РФ, а также тех брокеров, которые выступали как опекуны и попечители гражданина СССР, двукратный конвенционный штраф за пользование счетом советского человека, и происходит арест на все полученные за время эксплуатации данных дивиденды. И внимание! А российским гражданам, точнее всем советским гражданам, которые до сих пор не разобрались в этом глобальном обмане, и все еще считают себя гражданами РФ, полезно знать, что все депозиты и счета, находящиеся без движения, которые были объявлены неопознанными, будут списаны в исключительную пользу Союза СССР и его законного правительства, а не в пользу Российской Федерации, как их доход, полученный от отказавшихся и умалишенных граждан Российской Федерации, убывших на дожитие в санитарные поселения римского консула Московии Мишустина. В 2026 году все граждане СССР должны будут подтвердить еще раз, что являются суверенными, и для этого будут созданы инструменты и возможности. А всем до сих пор спящим для размышления напоследок хочется сказать. Дорогие друзья, разуйте глаза, проснитесь, оглянитесь по сторонам. В настоящее время иезуиты перешли к созданию глобального халифата. Посмотрите, как движение Талибан набирает обороты. События в Афганистане, разного рода беженцы, это все создание глобального халифата. А почему и зачем? Для чего? Да потому что только глобальный халифат способен соперничать с СССР. Уничтожение белой расы – это единственная возможность у них, которая сейчас остается для темных сил. Все остальные пути для них уже перекрыты, раз советские военно-власти не дали им создать Великую Армению, учредить новое государство Россия-Израиль и восстановить Российскую Империю. И им ничего не остается, как только создать глобальный халифат. А это ведь неадекватные, необразованные религиозные фанатики. Фанатики, которые не соблюдают никакие законы, но которые по приказу могут уничтожить белую расу. И это, к сожалению, крайняя мера, когда иезуиты прекрасно понимают, что они проиграли. Дорогие братья и сестры, давайте не дадим же им возможности использовать этот последний шанс. Сплотившись, мы побеждали наших врагов во все времена. Так сомкнем плотнее наши ряды и призовем на помощь силы света. С вами был проект Просвещение. Берегите друг друга, своих близких. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не воюйте с русскими Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не воюйте с русскими Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok